Они работают с отработанным ядерным топливом при высоких дозах облучения. Эти роботы созданы научными деятелями Ульяновского государственного университета. Машины установлены на атомных станциях, а персонал ими управляет удаленно и не подвергает себя опасности. Образец в лаборатории Ульяновского государственного университета похож на собратьев. Но он пойдет дальше. Его усовершенствовали. Сейчас проходят испытания. Мы здесь применили ряд таких ухищрений, я бы сказал, как дублирование двигателей. Дело в том, что несмотря на то, что робот является надежным, радиационно стойким, конечно, бывают ситуации, когда какой-то электродвигатель может отказать. В этом случае включается пневматический двигатель, который мы здесь предусмотрели, и переводит робот в некое сервисное состояние, в котором его легче обслуживать. В дальнейшем модифицированную модель смогут заказать промышленники. Разработкой этих железных помощников занимаются ученые госуниверситета. В соседнем помещении научные сотрудники тестируют изобретение с помощью очков виртуальной реальности. А в студенческой лаборатории роботы сами обучают молодое поколение. На миниатюрных машинах оттачиваются навыки управления и программирования. Руслан Фазелзянов под руководством преподавателя изобрел мобильную платформу. Она на колесах на дистанционном управлении. Платформа может послужить основой для многих видов техники. Некоторые придумывают роботы-пылесосы, некоторые делают специальные склады-ясики на таких колесах. Студент мечтает запустить в массовое производство свою разработку. Ректор университета поддерживает рвение молодых умов. Для улучшения качества образования и раскрытия талантов необходим новый подход к обучению и наличию современных лабораторий. И возможности в этом году появились. УЛГУ стал победителем федерального конкурса «Приоритет 2030». На развитие проектов ВУЗ получит 100 миллионов рублей. Финансирование будет поступать на протяжении двух лет. В дальнейшем, я говорю, проект до 2030 года. Но каждый год надо доказывать, что вы выполнили свои обязательства. Если вы не выполнили обязательства частично, часть финансирования снимают. В следующем году обновят и медицинский факультет. В Ульяновск поставят принтеры, на которых будет возможно печатать кожу и органы. К приему современной техники уже готовят помещение. Сейчас находится в четвертом корпусе и первый корпус. То есть в биомедицинском центре и в научно-технологическом институте. В дальнейшем, мы сейчас в марте заканчиваем проектно-сметную документацию готовить, экспертизу. По строительству нового медицинского факультета. Новое здание медицинского факультета планируется построить через два года. Деньги на развитие проекта вуза поступят в следующем году. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.